То есть, в первую очередь задумайтесь, а вам этот геморрой нужен или нет? Приветствую, дорогие друзья канала Памя и подписчикам. Мы приехали на очередной заказ, будем обкладывать здесь каменьку железную. То есть, заказчик уже сделал отверстие, то есть... Вот такая у нас камень, которая будет полезная. Правда, сейчас темновато, свет на свинечную переключать. То есть, вот такая вот, такого рода она будет. Сюда закладываются камни. Ну, а здесь она еще будет... Здесь она будет еще обкладываться... Она, точнее, закрывается там... Плиты, как каменные такие, с мрамора. Ну, как раз красиво будет. Так что... Приступаем к выполнению задач. Сделали фундамент под печь. Сейчас на нем уже стоит. Выровняли. Сделали типовые зазоры здесь будут. Здесь тоже отмерили центр трубы и будет идти. Здесь у нас тоже вымерены, вымерены точнее, тоже тепловые зазоры. Заказчик здесь будет железным листом обкладывать. И, наверное, здесь будет за листом лежать суперсил. Типа вот такого вот плана. В этой печи идет внутренняя закладка камней. Ну, нагреваться он будет... Камни будут нагреваться не напрямую, что печально, а от металла. То есть, ничего здесь такого больше нету. Сюда не закладываются камушки. И, как я понимаю, будет только от металла. Потому что, ну, прямого нагрева пламени я здесь не вижу. Ну вот, собрали мы каменку. У вас крышка остается там. Она тогда не влезла, правильно? Так. На данном этапе обшили суперсилом бревна. Чтобы тепло не передавало от камней брусьев. Здесь тоже так же мы заранее подготовили. Потому что кирпичи будут здесь подниматься. И арку, и топку надо будет перекрывать. Чтобы потом просто не заморачивалась. Чтобы было все удобненько. Сразу ее заложили. Здесь оно все будет закрываться. У нас пойдет здесь одна стенка. Здесь мы уже формируем облицовочную. Чтобы виде, как камин будет с полочкой. Так что, как-то выглядит на данном этапе это все. Ну вот, начали. Первые ряды. Заложили. У нас темный кирпичик. Будет на белой смеси. Швы белые. Кирпич темный. Будет сочетание хорошее. Вы проложили сейчас первый ряд. Лицевой стороны каменки. Здесь будет бытоваться половина рядовым. До топки. А где топка будет печной. И вот эти вот все дырки. Где будет рядовой кирпич лежать. Там будет обкладываться плиточкой. Там терракотовый. Но огнеупорный. Да, забыли еще добавить. У нас идет три вида кирпичей. То есть рядовой. Курский. Витебский. И облицовочные колки. Гидропрессованные. Марка у него. У этого кирпича. 250. Такой. В этом кирпиче. Конечно. Тяжело класть. В этом кирпиче нету. ни одной. Ни одной. Ровной поверхности. То есть. Как можно. Как вы можете наблюдать. То есть. Один кирпич здесь такой. Здесь такой. Здесь вот еще меньше. То есть. Он. Нет ни одного. Вообще. Прямого. Сложные. Вкладки. Ну. Вот. Заложили. Первый ряд. Полный. Забили. Щели. Потихонечку. Работа идет. Все. Начинаем. Возводить. Колонны. Две. А где останется. У нас. Вот эти вот. Красные. И. Где мы. Забили. Раствором. Здесь будет. Где-то. Все. Закладываться. Потом. Плиточкой. Будем. Наводить. Красоту. Как говорится. Не знаю. Мы будем. Делать. Может. С карточками. Договоримся. Так что. Мы. Пошли. Работать. Дальше. Да. Белый. Данкер. Это вообще. Бедно. кладет. Вот. Вот. Далее. Это. Дарее. Данкер продούлся. Дарее. Дарее армага. Нецепится. Это будет оплодым. Обязательно. все разные буквально все разные то есть как мы получается что мы кладем что бы они получались так ровные у нас тут выход один то есть у нас есть пока подсказки такие вот про прорези ну края как видно на такие остренькие как угол угол то есть что у нас пока как мы кладем то есть получается как мы кладем под расшивку видим вот этот вот угол ну видно что вот здесь вот как колотый очень сильно то есть вот он вот он раскол идет вот он а здесь вообще здоровый то есть как мы это все выкладываем то есть мы берем струбцину ну допустим возьму соплю она у нас называется сопля у других я не знаю можно сказать по-другому ну каждый конечно идет по-разному на поддержку не могу то есть мы не то есть кладем из расшивку то есть именно кладем поэтому вот бортику то есть чтоб нам было понятно вот мой раз вот уложили ее и берем мы вот кирпичик вот берем кирпичик здесь ну естественно носится раствор и мы также как видим здесь тоже вот угол и мы сравниваемся уже с ним вот так вот так вот это все получается вот так вот примерно потому что по-другому его никак не положишь вот вот так вот и то есть он получается что здесь шов здесь шов они одинарные а так вы уровнем никак не отобьете потому что вот здесь вот скол один здесь больше здесь меньше здесь такой то есть уровнем и вот этот кирпич очень продипломатично то есть поднять твой поймать так что прежде чем конечно класть такого кирпича первую очередь задумайтесь о новом этот геморрой нужен или нет то есть ну мы в итоге то уже привычные то есть для нас это дела мы такие уже да не одни бабушки то есть собрали да не спорю тяжело ребята очень тяжело классно ничего нормально идет все то есть даже тут швы можно видеть как вы можете точнее видеть здесь здорово здесь вообще маленький то есть как я еще раз говорил то есть кирпич вот на этом наглядно видно да вот мне даже вот на этом лиду даже видно что они никакой формы вообще не имеет один вот больше кирпич 2 меньше один косу был один косой другой кривой здесь может быть вроде как стандарт а вот здесь может выходить ну еще меньше то есть под наглядности вот он как кирпич вот этот он видно даже меньше то есть кто первый раз его будет такой класть ну горючки steam house нет открываться будет долго так что друзья мы пошли дальше класть ну что дорогие друзья вот на данном этапе мы выложили немного кирпичей выставили колонны собрали арку под расшивочку арку собирали мы на спицы машина подругу других это по-другому называется сделали тепловые зазоры когда каменька будет нагреваться она будет естественно расширяться это чтобы для того сделано чтобы когда каменька будет расширяться при нагреве чтоб не вырвала не выломала вкладку самого облицовочного кирпича для этого нужно делать тепловой зазор на данном этапе она выглядит у нас вот так что у нас внутри бани происходит внутри бани также у нас витебским кирпичом идет печным можете видеть заложен также супер сил тепловой зазор и отделение печного и облицовочный кирпича тоже происходит супер силам чтобы меньше передавать тепло облицовочному кирпичу естественно брусь это же здесь защищены супер силу от отведения жара все пожарные размеры соблюдены здесь также есть расстояние пожарная чтобы также не передавала тепло естественно дереву брусу здесь будет такие еще говорил здесь будет установлен железный не знаю зеркальный лист или железный лист под ним будет идти либо супер сил либо какой-то еще не горючая тепловатого ты либо там что-то под ним будет что-то не горючая и жар отводящие от них тепло ну вряд ли она будет доходить до него потому что у нас тут и гранит есть данный гранит он будет нагреваться ну не так как на ват прямого металла то есть такие работы надо относиться ответственно соблюдать все тепловые зазоры в пожарную систему а то парилка может быть одноразовый немного кто сможет это все оплатить весь этот ремонт вот сашка сможет сказал александр может так что будьте аккуратней и внимательны александр может быть и вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...